Новые детали крупной авиакатастрофы, произошедшей 80 лет назад под Старицей, пытаются выяснить члены сводного поискового отряда. В 1942 году там разбился военно-транспортный самолет. О подробностях той трагедии и о результатах последнего выхода расскажет Роман Быков. Эти окрестности деревни Халахольниха Старицкого района 30 августа 1942 года вошли в историю отечественных ВВС как место страшной трагедии. Именно тут потерпел катастрофу транспортник ПС-84, более известный как Ли-2, ну или Дуглас, перевозивший командование одной из авиадивизий. Свидетели снизу отмечали, что вначале было задымление левого двигателя, потом возгорание левого двигателя, после этого взрыв. Отломилась левая плоскость, с переворотом через правую плоскость в пике самолет пошел и с высоты 70-100 метров рухнул. Все пассажиры, среди которых были как комдив, так и технический персонал, погибли. Казалось бы, все ясно. Неподалеку есть даже небольшой мемориал. Однако в этой истории до сих пор немало белых пятен. Начиная с причины катастрофы, когда то ли двигатель загорелся, то ли боеприпасы сдетонировали и заканчивая местом захоронения. У поисковиков до сих пор нет уверенности, что сразу после крушения в груди пылающих обломков нашли останки всех 39 погибших. Фрагменты транспортника, найденные в ходе нынешнего выхода, тоже пока не позволяют точно подтвердить, что это тот самый Дуглас. В рамках нашего сегодняшнего выхода, работу на этой территории мы ведем уже с лета этого года, нами был установлен памятный знак, который увековечил память всех 39 погибших в этой авиакатастрофе военнослужащих. Таким образом, членам этого сводного отряда предстоит еще не раз вернуться сюда под Старицу, чтобы прояснить все аспекты катастрофы, которая разом унесла жизни командование целой авиационной дивизии Советских ВВС. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok